...против дурных указов, самое лучшее средство их исполнения, но такое же, как и указы. Дурное, дурное исполнение. Все-таки между неисполнением и дурным исполнением, господа независимые арбитры, да? Разница. Счет остался прежний 2-1, два очка на кону. Кто сейчас правильно ответит на этот вопрос, Узбекистан или Израиль? Тот продолжает эту марафонскую дистанцию на брейн-ринге, ведь мы играем до трех очков, а разыгрывается два очка сейчас. Внимание! Закончите высказывание Чапыка. Если женщина не сдается, она побеждает. А если сдается, время. На первой секунде, Израиль. Владислав Тартаковский. Прошу, Владислав, богатый жизненный опыт. Она все равно побеждает. Вы ошибаетесь, даете Узбекистану время. Да, если она все побеждает, мужчина. А может, побеждает любовь, а я не знаю, что такое. Нет, тогда, может быть, она побеждает. Что он ответил? Побеждает. Она позорно побеждает. А побеждает двойне, не может? Нет. Или может быть проигрывает мужчину? Да. Прошу, Узбекистан. Узбекистан. Неужели вы убиваете с ринга команду Израиля? Прошу. Попробую сам. Да. Я начинаю. Если женщина не сдается, она побеждает. А если сдается... Побеждает мужчина. Ну, а в чем же? Вы знаете, мне так нравится этот вопрос, что я его отложу на следующий бой. Ответ оглашу в следующем бою. Сейчас три очка на кону. Становится интересно. Потому что если произойдет дисквалификация, результаты Израиля аннулированы. Ни одна победа вам не засчитывается. Ну, а Узбекистана победы и не будет. Внимание! Просто, чтобы по порядку лежало, господа независимые орбиты. Вот прямо по порядку лежал вопрос, я его взял. Баренцево море теплее Карского, ну, из-за Гольфстрима. Из-за Гольфстрима, это понятно. А почему Восточно-Сибирское море теплее моря Лаптевых? Время. Узбекистан, прошу вас. Отвечу я сам. Ну, теплее из-за того, что континентальные реки туда впадают, и они... Его греют реки. Я понял, ответ неправильный. И вот сейчас все решится. Дисквалификация или победа в этом бою у Израиля. Может, мельче оно? Может, мельче оно? Погревается лучше? Ну, возможно. Всего лишь знание географии потребовалось бы. Ну, для восьмого класса примерно, да? Оно мельче. Мельче. Итак, мы сказали, Баренцево море теплее Карского, потому что Баренцево море греет Гольфстрим. Дальше я говорю. Восточно-Сибирское море теплее моря Лаптевых, потому что его греет, потому что его восточно-сибирское море греет весь Тихий океан. К сожалению, ни одна из двух команд не находит правильного ответа на этот вопрос. Он лежал просто в порядку, и это знание шестого-седьмого класса географии средней школы. Но, к сожалению, к сожалению, обе команды дисквалифицированы. Нам нужно проводить жеребьевку сразу двух команд. Таким образом, у нас пока имеется по одной... Только одна победа. Только одна победа у команды Германии. И все, 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 все. Сейчас сразу две команды мы ищем. За красный стол. Беларусь. За зеленый стол. Азербайджан. Сборная Азербайджана. Прошу. Места на ринге. За красным игровым столом занимает сборная Беларуси. За зеленым столом сборная команда Азербайджана. Обе команды выходят для того, чтобы включиться в борьбу за возможность выйти в полуфинал чемпионата мира по брендингу на кубок президента Азербайджана Ильхама Алиева. Только нервы, только созревоточность, небольшие знания в пределах школьной программы и сообразиловка. 0-0. Одночку. Напоминаю вам. Это у нас уже идет какой? Четвертый бой. Всего восемь боев. Только пока один победитель, одну очку в зачет пошло команде Германии, у вас очень хорошие возможности. И Беларусь, и сборная Азербайджана. Внимание. На этот вопрос в предыдущем бою команды не нашли правильного ответа. За что и поплатились. Потому что знать, догадаться надо. Это очень важно. Закончите высказывание Чапека. Если женщина не сдается, она побеждает. А если сдается, время. Азербайджан кнопку выиграет. Кто отвечает? Руфат Абдулла. Прошу, Руфат. А если сдается? То все равно диктует условия для победителя. В том-то и дело. Она проигравшая, а диктует условия. Запомните это, мужчина. Это очень важно. 1-1-0-1-0. 1-0-1-0. Одно очко. Острова антиподов имеют координаты 180 градусов восточной долготы и 52 градуса южной широты. А что является их антиподом? Время. На первой секунде Азербайджан. Прошу. Руфат Абдулла. Прошу, Руфат. Насколько я знал, город Лондон или конкретно Гринвич. Ну, потому что координаты 180 градусов. Да-да-да, 2-0-2-0-2-0. Мы все бои играем до трех очков. Беларусь. Ну что, здесь нет времени так сильно расслабляться. Надо уже концентрироваться. И внимание. Между Чукоткой и Аляской. Продолжаем географическую тему. В Беринговом проливе находятся острова Диамида. Остров Ратманово принадлежит России. А остров Крузенштерна Соединенным Штатом Америки. Расстояние между островами всего 4 километра. А чего между ними 24? Время. Быстрее сборной Белоруссии. Прошу, кто отвечает у вас. Я отвечу с часовых поясов. Парадокс. Расстояние 4 километра. Ну, а времени 24 часа. Разница. Да-да-да-да. И одно очко на кону. Разница между ними. Да, я вижу, что там Елизавета Объединенко удивляется. Разница между ними в сутки просто. Там первый день, там последний. Внимание. На флаге Бермудских островов изображено крушение корабля Си-Вентур. На Бермудах потерпело крушение множество кораблей. Почему же именно этот попал на флаг? Время. Белоруссия, кажется, может сравнять счет, прошу. Алексей Гончаров. Да, Алексей. Дело в том, что люди, которые после этого кораблекрушения попали на Бермудские острова, собственно, их и основали. Абсолютно правильно. Основали этот остров. 2-2. И остается один вопрос, и кто-то выигрывает этот бой. При строительстве электростанции в Бразилии было сооружено огромное водохранилище, в которое переселили семью ламантинов. А зачем их туда поселили? Время... На четвертой секунде. Вы смотрите, как происходит. На четвертой секунде одновременно было желание нажать на кнопку. Ну, прошу, Азербайджан. Раша дали попробую. Да, прошу. Есть такая версия, что их поселили там, чтобы проверять уровень чистоты или загрязненности данной воды. Индикатор такой. Неправильный ответ. Белоруссия. Ну, думаем. Думаем. Траву вы едали и не зарастало. Что-то масляк на роман. А что делать помантины? Что делать помантины? Они выделили кору, траву, водоросли. И все, чтобы чистая вода оставалась. Прошу. Сергей Вашлыкевич отвечает. Сергей, прошу вас. Если вы сейчас правильно отвечаете, у вас первая победа в сегодняшнем марафоне. Вы делаете очень важный шаг к тому, чтобы сразиться за выход в полуфинал нашего турнира. Прошу ваш ответ. Не ошибитесь. Я думаю, что ламантины выполняют роль таких водяных коров. И они съедают траву, чтобы это водохранилище не зарастало травой, не изоливало и не чахло. Вот Азербайджан сказал, что они как индикатор чистоты воды. Вы сказали, что они чистят озеро. И вы абсолютно правильно. Да! Красавчик, ладно. Все. Сборная Беларуси продолжит, продолжит этот марафон благодаря сборную Азербайджана. Мы играем, мы играем. Восемь боев. Прошел какой по счету бой, Леш? Четвертый. Мы начинаем пятый бой. Нам нужно принести жеребьевку. Осталось всего три жребия. На пятый бой. Сюда выходит Казахстан. За зеленый игровой стол выходит сборная Казахстана. Капитан команды Лизбек Юсупов. Пока что в этом марафоне по одной победе одержали сборная Германии и сборная Беларуси. Удастся ли сборной Казахстана ворваться в этот дуэт. Стать третьим. Посмотрим. 0-0. Мы играем до трех очков. Это идет марафонская игра на Брэнлинге. За право выйти в полуфинал чемпионата мира. По Брэнлингу нашего президента Азербайджана Ильха Малиева. Одно очко. Играем всего-навсего до трех очков. Внимание. Как звали двух детей принцессы Сильвии, которая родила их в восьмом веке от нашей эры от бога Марса? Время. Белоруссия. Виталий Захарик ответит. Прошу, Виталий. Ромул Ирем. Именно так. 1-0. Извини, не трогайте ее. Одно очко. Создание микроскопа внесли лепту. Галилео Галилей, Ганс Янсен, Антони Ван Ливенгук. А что предложил Джованни Фаббер? Время. Казахстан, прошу вас. Анвар Мухаммед Калиев. Прошу. Название микроскопа. А он придумал название абсолютно правильно. Один. Одно очко. В каком детском развлечении советский поэт Самуил Маршак видел то синее море, то горящий пожар, то павлиний хвост? Время. Казахстан, прошу вас. Ну, я попробую сам ответить. Ничего лучше, чем пластилин, мы не придумали. Ребят, Маршак видел в этом. То синее море, то горящий пожар, то павлиний хвост. Детское такое развлечение. Вот в чем столько всего разных оттенков, отражений? Да неужели вы забыли, как вы были детьми и пускали воздушные шарики? Они же такие красивые, мыльные пузыри. Ну что ж такое? Еще задался прежний один-один. Два очка на кону. Кто правильно сейчас отвечает на этот вопрос, проходит дальше. Внимание. Что в журнале «Наука и жизнь» рекомендует приклеивать к задней стороне современных настенных часов скотчем? Время. Казахстан. Отвечать, отвечать. Анар Мухаммед Калиев попробует. Слушайте, вы так откинулись, будто уже выиграли. А выиграли все на всю кнопку. Ну, давайте предположим, что туда приклеивать надо, типа, батарейку. Запасную батарейку. О, именно, что запасную батарейку, чтобы в случае чего не искать замену для этих настенных часов, чтобы они все время шли. Поздравляю. Анар Мухаммед Калиевна 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 К И почему? Потому что победитель последнего вот этого боя до трех очков точно выходит сегодня в бои до пяти очков. А вот Казахстану еще нужно продержаться. Эстония за красным столом. Креста на ринге за красным игровым столом занимает сборная команда Эстонии, капитан команды Андрей Карабейни. Сейчас вам, вам нужно обязательно одержать победу в этом бою до трех очков. Пока еще ни одной команде не удержалось выиграть два боя. Сколько по одному бою была одержана победа сборными командами Казахстана, Белоруссии и Германии. И плюс была одна дисквалификация. Одночку. Внимание. Какое выражение по одной из версий произошло из-за появившейся в русской печати карикатуры на президента Франции Фольера, где он был изображен на фоне Эйфелевой башни на падающем аэроплане. Время. Казахстан, быстрее, прошу. Азад Тургунов. Прошу вас. Как фанера над Парижем. Фамилию переврали и получилось как фанера над Парижем. 1, 1, 0, 1, 0. Одночку. Первая в мире компьютерная игра с графическим интерфейсом называлась Оксо. Оксо. Как мы называем игру, положенную в ее основу время? Казахстан. Антон Горский. Да. Ну, предположим, что это крестики нолики. Почему? Ну, О это нолик, а Х это крестика. Да, 2, 0, 2, 0, 2, 0. И одно очко. Подсолнечное масло делают из семечек. Подсолнуха. Оливковое из оливок, персиковое из абрикосов. А какое масло, которое редко употребляют в пищу, делают из клещевины время? Кокосовое масло. Нет, из клещевины чего? Прошу, прошу, Эстония. Пальмовое. Ошибка, неправильно. Казахстан, есть время? Типа кастрорка какая-то. Кастрорка. Кастрорная, да. Еще. Его риск. Его риск. Ошибка.